Таинственные подземные туннели, пропавшие документы, его начинали возводить совсем в другом месте и совсем другие люди. Зачем это здание достраивали 30 лет спустя? И куда пропала церковная библиотека? Архитектурный детектив. Трига заключается в том, что очень много споров, кто же архитектор собора. Вознесенский кафедральный собор. Торжественная закладка здания была приурочена к 50-летию города Вернова, 26 сентября 1904 года. Размеры в плане 30 на 50 метров. Высшая точка 44 метра. По другим данным, здание выше еще на 10 метров. Впервые он попал сюда в далеком 64-м по служебной надобности. Тогда в здании Вознесенского собора располагался Краевический музей. Участковый Александр Воронов пришел проверять, как хранится музейное оружие. И когда я пришел туда, то мне там показали этот револьвер Анинкова, там двухручный меч китайского палача такой. Ну, мы составили весь этот протокол, как положено. А потом я говорю, а кто вообще построил этот собор? Так и стал краеведом в свободное от работы время. Потом попросил участок, где архив расположен. Архитектурное расследование началось. Первая фамилия, которую он услышал, Андрей Зинков. Его жена, когда он умер, принесла все документы, и у нее ничего не приняли. И она вот здесь, вот, под окнами все это сжигала. Вот опять вот такая вот сказка рождена. А может, это и не сказка? История-субстанция хрупкая во всех отношениях. Особенно такая загадочная. Кого все-таки считать создателем Вознесенского, ранее Туркестанского собора, исследователи до сих пор спорят. Также у нас имеются такие уникальные документы. Это, можно сказать, благодарственное письмо Туркестанского федерального собора строителю инженеру Зинкову 1907 года. В конце пишется, что Господи сделал милость для него, ибо он создал нам дом молитвы. Вот он, этот документ. Хранится в самом крупном, многопрофильном архиве страны. Центральном. Материалы по стройке, вот, кафедрального собора очень много. Там разные, и разногласия были между ними. Вот такие сведения встречаются во всех переписках. Но обо всем по порядку. Временное военное укрепление Всемиречии стало областным центром Туркестанского края. Городу по статусу положен соборный храм. И в 1868 году начинается его строительство. Больше того, выплачивались деньги, и даже Павел Матвеевич Зинков был награжден орденом третьей степени Станислава Колпаковским. Хотя собор не был практически построен. Павел Матвеевич, талант-самоучка из крепостных крестьян, был исполняющим обязанности областного архитектора. Долгое время авторство первого проекта приписывали именно ему, Зинкову-старшему. Но недавно петербургский исследователь Ольга Ходоковская обнаружила документ, а там совсем другая фамилия – архитектор Рязанов. Но тот проект раскритиковал туркестанский епископ, приехавший в Верной. Слишком мал и тесен. Строительство заморозили. В 1882 году объявили творческий конкурс на переделку. Согласно документам, в нем участвовали архитекторы Гурде и Серебренников. Это было такое, я слышал, но кандидатура Гурде была отвергнута. Но это лучше краеведам. По другим данным, городской архитектор Поль Гурде сам отказался. Об этом мало кто знает. Все сходятся к мысли о том, что Гурде. Значит, Гурде был практически согласен с тем, чтобы строить этот собор. Но было у него одно непременное условие. Александр Гурдеевич обнаружил это в одном из писем архитектора. Никакого контроля со стороны господ Зинковых. Малоизвестный факт. Гурде и Зинковы между собой не ладили. И распространяться на этот счет я не буду. Но на всякий другой контроль, который будет угодно его превосходительству назначить, я, конечно, вполне согласен. Лишь бы только проверка моих действий не была поручена строительному отделению. Исторически архитектурная сенсация. Возможно, именно таким мог бы быть Вознесенский кафедральный собор. Французский ученый Альберт Фишлер данные, собранные краеведом Вороновым, подтверждает. Поль Гурде был первым, кто составил проект будущего кафедрального собора. Точку в этой истории поставило землетрясение 1887 года. Город Верный более не существует. Так начиналась телеграмма генерал-губернатора. В руинах более двух с половиной тысяч зданий. Повезло лишь к кафедральному собору. Его так и не построили. От идеи до завершения ровно 40 лет прошло. В следующем, уже последнем творческом конкурсе, тоже участвовали два архитектора. Тропоревский был у него, как говорят сейчас, альтернативный проект, но, значит, признали проект Бориса Глебского. Выбранную идею снова то утверждали, то критиковали. Для постройки из дерева слишком дорогой. Главный купол слишком мал. В общем, чертежи неоднократно переделывали. За это время по старому фундаменту была проведена улица, разбили городской сад. Знаете, стоял старый кафедральный собор на месте нынешнего мемориала славы. Это где-то в 300 метрах отсюда на восток. Известное место там. Несколько раз меняли. А это документ из 1904 года. Здесь указано место расположения, это которые вот рядом какие здания были построены. И здесь также стрелками указано, где должен быть построен вот собор. И вот, наконец, все нюансы учтены. На осуществление идеи выделили 40 тысяч рублей, которые оставались от всенародных пожертвований после землетрясения. Но Константин Борисоглебский уже уехал из города. И поскольку детальных чертежей не делал, то вроде бы вся эта работа легла на Сергея Тропаревского и Андрея Зинкова. В Семереченских областных ведомостях сообщалось. 26 сентября 1904 года в воскресенье в час дня состоялась закладка собора во имя Вознесения Господня. Погода чудная. Видно было и любителя фотографа, которому, вероятно, и удалось воспроизвести главные моменты того события. Фотографии эти до сих пор не найдены. Сегодня принято считать, что собор все-таки совместное творчество. Архитекторов Бориса Глебского, Тропаревского, инженера Зинкова в числе авторов еще называют Николая Нарановича. Правда, об участии последнего мало что известно. Но все это пока не нашлись новые документы. У нас нету таких доказательственных документов. Почему? Почему вот не остались проектные документы? Именно уникального вот собора, проектные. Ну, нигде нет, не встречаются. Интрига заключается в том, что нету проекта. Бумажного проекта собора никто не видел. Мы его искали в наших архивах, и даже Ольга Ивановна Ходоковская искала его в Санкт-Петербурге. Был у него что-то такое, что роднило его здание с рождественской елкой, разукрашенной снизу доверху. Он хотел радовать и удивлять людей, и, конечно, ему это удавалось. Я уверен, люди, проходя мимо его здания, поднимали головы и улыбались. Да чего же все-таки забористо? А представить Алмату без этого полуфантастического здания попросту невозможно. Так писал Юрий Домбровский. Именно с легкой руки писателя Домбровского мир за пределами Алматы и узнал об этом полуфантастическом строении. Проект был не то чтобы масштабный, он был невиданным. И вы видите, что здание деревянное, но на вид каменный. Это сделано потому, что запрещено было строительство каменных зданий по становлению городской Вернинской думы после землетрясения 1887 года. При специальном устройстве фундамента вполне допустимы и грандиозные по высоте здания до 30-40 этажей, говорил Андрей Павлович. Вот тут вот как раз, опять-таки, показали нам эти исследования, что этот человек не только, так сказать, знал европейский и американский опыт системического строительства, но он изучил наш сирензиатский способ системического строительства. Это когда фундамент на торт похож, если объяснить проще. Каждый слой его из жидкой глины состоит. Как только один корж высохнет, сверху новый заливают. Эта глиняная подушка никогда не просядет. По бокам, если продолжать кулинарные аналогии, крем из песка, гальки и валунов. При сесть на таких усилиях, как раз на эти углы, вот эта основная мощная эксистемическая нагрузка бы пришлась. Более 40 лет прошло, а ему, как сейчас помнится, 1972 год, реконструкция здания. Алмаз Ардобаев – один из участников работ. Говорит, эти колонны, как и весь храм, деревянные, точнее, состоят из четырех брусьев. Но если убрать штукатурку… А внутри у них продух. Воздух идет под полом. По стенам есть такие отверстия. Идет воздух и поднимается, и все время там свежий воздух. И когда мы вскрыли это, мы ахнули. Это было абсолютно идеальное. Без червоточинки, не всякой гнили. Звенящая, прямо вот совершенно вот такая вот прекрасная, светлого цвета вот этого тяньшанской ели. То есть конструктивно это сделано. И просто… Главный миф – здание построено без единого гвоздя. С одной стороны, и не миф вовсе. Ну, тогда делалось… Это же тоже из сруба. Там, значит, они готовились из бревен тяньшанской елии, просмоленные, двухгодичные в выдержке. И потом она же крепилась шипами между собой, там гвозди не употреблялись. Гвозди использовались только для облицовочных работ. На стены из бруса ими прибивали решетку из реек, чтобы штукатурка держалась. Ну, а вообще металла при строительстве очень много применялось. Пакет пять брусьев соединен насквозь в трех-четырех местах толщиной вот в палец. Это называется нагель – металлические такие стальные провода. На конце у них шляпка, и на другом конце – гайка. И по мере седания она подкручивалась. И вот когда оседало это здание, прорезь была сделана, чтобы вот она уходила, чтобы не давила вот на эту самую нагайку. То есть это поразительно. Вот это меня удивило, точность вот этого расчета. Древесина осела с точностью до пары сантиметров. Все эти заготовки из бруса были соединены и между собой. Кроме того, еще снаружи и изнутри в них вбивали скобы. Причем скобы делали не вертикально. Опять-таки соображаешь, что при вертикальной осадке она может выскочить или согнуться, или продавить. Они были сильно наклонны. Ну, то есть опыт этих строителей был совершенно поразительный. Это, знаете, для того времени, я считаю, самым таким гениальнейшим решением антисцитомических сооружений. И еще из поразительных архитектурных решений. В одной из газет за 1905 год была напечатана анонимка, в которой неизвестный выражает недоумение, почему это из цоколя строящегося собора торчат железные прутья наподобие щетины. Объяснение нашли в архиве. Записка есть такая. В фундамент вмонтировать 52 пары рельсов, чтобы вот каркас соборов, при могущих быть сотречениях почвы, не мог соскочить с фундамента. Все в нем было просчитано на сейсмостойкость. Фундамент, стены, купол и даже внутренние украшения. Например, эти розетки на потолке. Интересно, что для большей безопасности лепнина сделана не из гипса, а из старых газет. Папе-Маше классическое – это когда бумажный материал мелко-мелко измельчается. Но тут, видать, работы было слишком много, и некоторые куски газеты не были измельчены. И мы развернули, и даже прочитали тексты, и могли узнать, какого года газеты выпущены. Это здорово было. Лишнее подтверждение, так сказать, о датировке. И о датировке. Здание возвели в рекордные сроки – три года, особенно если сравнивать с проектной частью. В 1907 году собор осветили – Вознесенский, Кафедральный. Спустя четыре года еще не прошедшую усадку сооружения подверглась новым испытаниям. В катастрофический 1911 год Зинков сделал и другой опыт. Окопал свой дом антисейсмическим рвом. Результаты, считаю, блестящими. При землетрясениях в шесть баллов, пишет он в своем дневнике, «Только гул слышу, жду толчков, но их уже не испытывает мой дом, окруженный рвом. Семь месяцев ко мне ходят люди смотреть». Точно такой же ров был сделан и вокруг собора. «Что касается траншей. Траншей есть, их найти можно. И по записям вырота траншея по периметру собора, которая засыпана балластом. Это сделано для гашения продольных волновых колебаний». 1911 год по новому стилю. Сильнейшее землетрясение. На многих сейсмостанциях Европы даже оборудование перестало работать. Но на здании Вознесенского собора оно мало сказалось. Даже штукатурка не осыпалась. Ее, собственно, еще и не было. Украсили фресками храм намного позже, в 1913-м, когда древесина дала усадку. Ну а в 1917-м события всем тоже известны. «Практически все ковры и стулья были вывезены в местное управление ГПУ НКВД. Церковная, утварь, облачение, библиотека были вывезены в Кривический музей. Но где это сейчас находится, к сожалению, неизвестно». Сброшены колокола, уничтожен иконостас. Городские власти размещают здесь радиостанцию, затем музей атеизма и, наконец, краеведческий музей. Здание немного перестраивают. Зинков был еще жив. И он сам спроектировал постройку второго этажа для этого музея. Второй этаж раньше был только при входе над головой хоровье. А второго этажа как такого не было. Он сам спроектировал. Он сам спроектировал ту стенку, которая закрыла иконостас и так далее. В 1972 году заказали московским реставраторам обмерные работы, модные в то время фотограмметрические, чтобы ускорить реконструкцию. Вообще планировали косметический ремонт, фасады покрасить, штукатурку местами обновить. Как раз такой сомнительный участок Алмаз Ардобаев и решил проверить отсутствующий водосток и, как следствие, дожди подпортили угол здания. И решил вот, так сказать, маленьким перочинным ножичком просто попробовать, насколько узнать, насколько под этой штукатуркой дерево прогнило. И небольшое усилие мое, и моя рука оказалась внутри собора. То есть это вся, весь брус вот такой толщины, он весь прогнил. Казалось бы, ничего страшного, но именно такие углы и принимают всю сейсмическую нагрузку на себя. Здание, которое выстояло при 10 баллах, могло погибнуть даже от 4-бального толчка. Тогда мы остановили дальнейшее исследование, потому что было понятно, что надо моментально, не откладывая в долгий ящик, уже заменять вот эти прогнившие брусья. Чудесным образом и во время реконструкции, и до нее сейсмообстановка была спокойной. Брус заменили, и оно снова выстояло, чтобы стать уже концертным залом. Редкие кадры поет Алибек Днишев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Говорить о его секретах можно бесконечно. Исследователи весь парк пять за пятью измерили в поисках подземных ходов. Говорят, такие действительно существовали. Таинственный, уникальный и такой яркий. Представить Алматы без Вознесенского собора просто невозможно. Памятник деревянного зодчества. Образец сейсмостойкого сооружения. Включен в список памятников истории и культуры Казахстана республиканского значения. В мае 1995 года решением правительства республики Казахстан собор был возвращен Русской Православной Церкви. Субтитры подогнал «Симон»!